Первая от Лизы Скорняковой, страница «Репетитор по английскому языку». Экран не забудь расшарить. А то сейчас мы видим тебя. Спасибо. Буду следить. Сама часто этим страдает. Очень круто, кстати, вести в паре, потому что если один что-то не видит, второй точно заметит. Так, это мне надо чутка уменьшить. Так, вот так вот. Окей. Так, ну что, и поехали тогда по критериям. Ладно, я посмотрю тогда в целом. Сертификаты, отзывы. Я тут обращу ваше внимание на то, что я сейчас не сильно проверяю структуру и логику. Вот. То есть я смотрю примерно, чтобы мне было понятно, что это за сайт, и окей. И этого я пока не ставлю в критерии. Окей. Поехали тогда первое. По качеству визуала. Качество визуала, контраст слабый, я туда тоже буду относить. То есть слабый контраст здесь черный на дереве. Это первый кисточок. Потом здесь, обрати внимание на геометрию изображения. То есть если здесь не так сильно видно, да, то, что ты растянул изображение, да, по ширине. Посмотри вот здесь на эллипсы, да, они здесь прям вот вытянутые по горизонтали. То есть здесь прям видно. Потому что здесь геометрия не... Ну, как бы это, конечно, может не увидеть новичок, да, но здесь видно то, что растянуто по горизонтали. Я не знаю, Людю, ты видишь в этой работе то, что растянуто по горизонтали? Слушай, ты знаешь, Тём, я тебе сейчас скажу, тут, скорее всего, не из горизонтали дело. По крайней мере, смотри, клавиши точно нормальные. Вот прям сто процентов. Знаешь, чувак, вот на эллипсах ты про которые сказал, это из-за угла стрелки, они... Там же объемный сам, вот, как это называется, блокнотик. И там вот эти вот дырки, понимаешь, и за счет объема кажется, что он вытянутый на самом деле. Кстати, ну ладно, ладно, тогда я не буду считать этот косячок. Так, потом вот здесь теняем все ништяк. Так, здесь на верстку посмотрю, здесь с контрастом это, я считаю, косячок небольшой. Слабый контраст, вот это вот, плашечки на фоне. Потом вот здесь, умеете правильно верстать, сертификаты. Вот, короче, когда я вижу вот таких сертификатов, которых самих по себе полная жесть, я начинаю их переверстывать. Поэтому, какой бы крутой у вас работ ни была, херовый сертификат, извините за жаргон, он может у вас прям быть ложкой дегтя. Поэтому это я буду считать визуальные косяки. Потом я смотрю на вот этот паттерн, и он размытый. Видно, да, здесь прям такие артефакты. Размытость, нечеткость. Это я наношу в косяки. Потом дальше. Нету смысла делать тени у темного. То есть тень темная, и цвет сам по себе темный. И это тоже визуальный косяк. Дальше вот это вот. Слабый контраст футера с изображением. И дальше слабый контраст. Нет, здесь нормальный контраст. Ну ладно, не буду трогать пока это цветовое сочетание. Я не могу понять пока что, чем оно мне не нравится, но чем-то не нравится. Вот. И в итоге у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть косяков по визуалу. Слушай, Маш, я буду ставить косяки просто по визуалу, потому что косяки в принципе цифру. Ну давай, давай так. Так, только оценка Лизы Скорняковой. Лиза Скорнякова. Где? Вот. Шесть косяков. Потом перехожу к верстке. Это все, что связано с выравниванием отступа. Первое. Мэй Инглиш. Левый край здесь. Левый край здесь. Короче, мне непонятно, как здесь выравниваю. Ну допустим, ладно, это не так критично, то что у тебя может быть здесь выполнять две линии. Но нет, это уже пошли критичные косяки. Первый косяк с выравниванием. Потом. Так, здесь меню нормально все. Здесь с отступом сверху нормально все. Телефон вроде как ок. Здесь якорь. Здесь все ништяк. Интерлинияш норм. Я, правда, потом посмотрю здесь с текстом. Вот здесь уже возникают вопросы. И тут такой, знаете, компромиссный вариант всегда хочется найти, но не надо. Потому что если, например, фотку поставить под плашку, тогда будет все вроде как нормально с точки зрения отступов по формату. Слева и справа. Кстати, слева и справа вот здесь они одинаковые должны быть. Поэтому это косяк. Потом. И фотка. Если, например, ее поставить так, как она у тебя сейчас есть, тогда получается как-то нужно все равно делать, чтобы либо вот этот отступ был равен вот этому, либо вот этот отступ был равен вот этому. И как бы чтобы эта вся фигня была одновременной, тут вы приходите к такому какому-то странному противоречию, да, что вроде как его разрешить невозможно. Но вы должны себе задать вопрос, про каких условиях возможно разрешить противоречия, чтобы не было косяков в принципе. И тогда вы начнете думать о том, как же можно разместить фотографию, чтобы этих косяков не было. Поэтому, короче, размещение фотографии, ну, отступы вот эти я засчитаю в косяк. Наверное, ладно, в один косяк посчитаю. Фиг с ним. Потом. Еще я, кстати, просмотрел работу, и я заметил то, что дофига работают с такими волнами. На этом мы потом по форме будем разбираться. Так, вот эти отступы соразмерные. Ну, ладно, больше черти, ладно. Это не косяк. Нормально. Потом здесь про выравнение сказал, про вот эти отступы не сказал, да. То есть, смотри, у тебя вот этот отступ внутренний, он больше, чем вот этот отступ внешний для вот этого формата. Должно быть вот этот меньший, а вот это вот чуть больше, потому что вот эта вот вся группа, она у тебя должна придержать к заголовку, да. Это правило внутреннего и внешнего. Если, кстати, есть какие-то вопросы, типа, а почему так, мне непонятно, вы можете всегда задать мне вот эту отбивку я потом про нее скажу, потом, что тут, кстати, у нас с левым-правым краем, да, ну все нормально. Ладно, здесь вроде порядок, дальше запишись на урок. Слишком маленькие отступы вот здесь внутри импутов, это тоже небольшой ксечек. И что еще? Почему вот этот отступ больше, чем вот этот? Непонятно. Вот, это же одна группа, да, и делить тут вроде как-то ничего не надо, нужно просто показать, что это три равнозначные объекта. И объекта, раз они равнозначные, значит между ними должны быть одинаковые отступы. Вот, это тоже такой небольшой ксечек. Кнопка нормально расположена, поля по формату, ну внутри формата ништяк, а вот здесь отступы здоровенные, да, и они большие, и именно поэтому иконки отвалились друг от друга. Вот, и это ксечек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, только шесть ксечков по верстке. Эх, не залипну бы на такой системе оценивания надолго. Мне кажется, что сейчас мы одной работы только полчаса будем. Если, блин, ну ладно, я подумаю. Да, действительно. Композиция доминанта есть, якорь есть, доминанта вот это в якоре, ладно. Потом здесь, ну здесь не надо выделять, как бы это ни было доминант, нужно показывать, что это равнозначные объекты. Окей, пусть будет здесь, окей. Короче, здесь центр, но здесь есть левая часть, которая перевешивает композицию. Мне кажется, здесь нужно все прям по центру делать. Либо как-то плашку делать, не знаю. Я поставил там небольшой ксечок. Здесь окей, сфороуниваем, все норм. Окей, здесь я нашел один ксечок. Потом типографика, как подобраны шрифты. Так. Шрифты сами по себе, сбалансированные. Здесь все окей. Ноль верст текстов. Здесь ок. Здесь не ок. Смотри, первые две строчки слиплись, потом английского языка вот здесь вот. Уже больше отступ. Здесь отступа нет. Это уже два косяка. Расческа есть. Три косяка в одном абзаце. В одном, в двух абзацах, скажем так. Так, заголовок надо? Я думаю, надо. Можно выделить. Так, Дима, ты потихоньку отваливаешься, что-то звук пропадает. Да. А так, привет, привет, раз, раз, как слышно. Понятно, отваливаешься я или отваливаешься ты. Потому что я сейчас это слышу через слово. Ребята, напишите, пожалуйста, как меня слышно, как видно. Так, ну-ка, сейчас посмотрим. Так, здесь я выписал уже. Да, суди по всему, Дима, отвалился. Так, смотри, да, сейчас на трансляции сейчас прям черный экран показывает. Но вроде бы звук опять появляется потихоньку. Точно, да, у меня черный экран. Так, вот я. Ну-ка. Вот я появился. Видишь? Все, в Google встречах я тебя вижу, да. А, вот именно на... А, все, на трансляции тоже появился. Все, хорошо. Окей. Так, потом что? Экран видно? Экран. Вот, теперь видно. Все. Отлично. Ну, все, поехали дальше. Так, ну, тролиняш маленький. Видите, у вас размерные отступы между строк и между словами. Отбивка не нужна. И опять какие-то перебои со звуком. Что ж такое-то? Нога. Сейчас, секунду. Раз, раз. Вот почему-то когда я демонстрацию экрана делаю. Так, опять черный экран показывает на трансляции. Еле-еле тебя видно. Так. Появляешься потихоньку. Сейчас проверю. Что-то прям печалька сегодня с интернетом. Прямо. Никак. Что ж такое-то? Все, слышу тебя. Так, раз, раз, прием. Ребята, кто нас смотрит, напишите в чате, как меня слышно, как видно. Все сейчас видно, слышно. Сейчас хорошо. Походу, какие-то. Просто видишь, периодически у меня с интернетом. Угу. Получается пять косяков. Пять косяков. Редактура. Ну, мы, наверное, сейчас... Не оцениваем. Да. Потом визуальная коммуникация. Так, изображение. Значит, это у нас тема, что я репетитор по английскому языку. Репетитор – это тема четкая, структурная. Должно быть все прозрачно, понятно, просто. Это одновременно с каким-то, наверное, человечным подходом. Окей. Значит, по изображениям. Да. Это подходит. Кстати, по поводу самого изображения. Рука, локоть обрезан. Это тоже косяк по визуалу. Семь. Упс. Не туда. Потом дальше поехали. Сам вот этот образ в тетради окей. Типа, давай учимся. Значит, вот этот образ записной книги тоже окей. Потом дальше вот эти вот паттерны, это я в геометрии разберу. Потом это изображение тоже окей. Ну, в принципе, да. Здесь ништяк все. Ништяк, это значит, ну, это значит, как мне отмечать, ноль, что ли? Ну, ладно. Потом. Потом, что у нас? Цвет синий. Да. Структура, логика белый. Да. Простота, понимание. Природное дерево. Да. Человечность. Открытость. Так. Ну да, в цвет, в принципе, тоже попало. Сейчас я чувствую, я закончил вот этот разбор и скажу. Вот так вот я разбираю. А теперь поехали разбирать по-быстрому. Мне кажется, так и будет. Слушай, а можно я еще... Ну, давай до конца доведем сейчас вот этот вот разбор. Да, да, да. Тогда давай, ты доведешь, я просто тут... Так, подожди, это я цвет заберу. Мне так раз спрашивает про вопрос, у меня вопрос есть. Так, типографика, типографика визуальной коммуникации. Ты подобрала шрифт нео-гротеск жирный, да, для заголовка и обычный, соответственно, нео-гротеск для набора. Причем такой очень похожий на геометрический гротеск. Близко-близко-близко-геометрическому гротеску в принципе все ништяк. Вот. Это про простоту, про четкость, про структурированность и жирный, жирный для заголовков. Не знаю, сила сообщений, какая-то сила, сила, структурированность, четкость, наверное, тоже. Мне кажется, можно использовать не такой прям супер-жирный. Как-то вот попроще нужно тему подать, да. Я тут, наверное, отмечу один маленький косячок. Но в целом ты попала в суть. А потом форма. А в форме здесь разнообразие такое пошло. Смотри, здесь у тебя прямой угол. Здесь у тебя круглый, то есть полуокружность. Здесь у тебя волна. Здесь опять прямой-прямой. Здесь у тебя много простых форм. Вот эти вот простые формы я как бы за. Потому что это все про какую-то простоту. Это еще и ассоциируется с каким-то черновиком. Это тоже пойдет. Простые элементы навигации я тоже за. Но здесь тоже как-то ты сочетаешь и прямой угол, и скругленные. Мне кажется, что нужно вот эту вот убирать резкость, да. Ну, в плане вот эту вот прям остроту, да, углов. И это не значит, что их нужно делать такими вот прям суперскругленными. Их нужно делать вот чуть-чуть прям такими. Чуть-чуть скругленными. Вот. Оставлять круглые кнопки. Волну. На самом деле надо подумать. Вот. Мне кажется, ее сделать... Если ее оставлять, тогда сделать ее менее выраженной. И тогда у тебя будет сочетание с темой. Тем более, видишь, у тебя здесь фотография маковской клавиатуры. Посмотрите здесь на скруглении углов. И здесь я приметил чего. Два косячика, которые можно пофиксить. То есть, с остротой вот этой вот и с волной. Вот. Теперь композиция. Композиция здесь должна быть про легкость, да. Типа у тебя есть здесь передний план, задний план. Это про легкость, да. Потом здесь у тебя, ну, как бы нету такой четкой привязки к сетке. Такие это тоже хорошо. Ну, вот смотри, ты когда делаешь вот эту вот ячейку, да, на заднем плане, нужно ее прямо уводить далеко на задний план. Для того, чтобы не было привязки к вот этой вот сетке. Иначе смотрится как косяк. Ну, типа, неаккуратно. А вообще, в идеале, взять тупо и привязать к сетке вот этой вот. То есть, масштабировать ровно так, чтобы у тебя вписывались все вот эти объекты в сетку. Так, это окей, это окей, это окей. Ну, то есть, с одной стороны, легкость, с другой стороны, структура. Круто. Ну вот. И итоговая оценка за эту работу получается у нас. Что нужно прокачивать? Нужно прокачивать качество вязала, прям такие ложки-дегтя в работу. Потом верстку нужно прокачивать. Потом с типографикой все нормы. С версткой текстов я еще не посмотрел одну тему. Это у нас про количество кеглей. Смотри. Раз. Два. Три. Четыре. Мы можем посчитать, например, количество кеглей только в наборе. Вот. Раз. Два. Три. Уже три. В наборе. И в технических надписях должно быть максимум два. Поэтому вот это уже нужно фиксить. Ну, вроде как, больше трех нет. Не, я не знаю. Вот это вот. Какой-то новый кегль. Нет, по-моему, такой же, как этот. Что, здесь я бы унифицировал наборные кегли. Сделал бы их всего два. Еще один косяк сюда. Так. Ну, как бы вот. Если бы по такой логике оценивать, тогда это четверка.